МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это суть недели. Среди множества проблем, свалившихся на голову россиянам в связи с последними событиями, геополитического характера, очень важным является вопрос о стоимости и порядке приобретения жилья. У нас в России принято поступать в случаях кризисных всегда очень просто – бежать и покупать недвижимость. Поэтому я сегодня пригласил в эту студию руководителей риэлторского агентства ФЛЭД, Фарселя Ематова, это директор офиса продаж, и Олега Веретейникова, руководителя юридического отдела. Вот сейчас мы их попытаем на тему о том, чего нам с вами ждать от рынка жилья в Казани. Фарсель, как на сегодняшний день выглядит эта известная нам всем тенденция в преломлении к офису вашей компании? Что могу сказать? Я, наверное, возьму аналогию 2014-2015 года. После увеличения процентных ставок, после вот этой нестабильной ситуации, которая у нас происходит, люди также побежали. Происходит то же самое, что было в 2014-2015 году, повторение данной ситуации. Люди, у кого была одобрена ипотека, хотят купить недвижимость. Успеть купить недвижимость по тем процентным ставкам, которые были ранее. То есть это 9-10%. Они пока еще сохранились. Я сталкиваюсь с тем, что моим сотрудникам ежедневно звонят и говорят, мы готовы купить, но нам нужно купить до 5-го числа. То есть все звонят до 5-го. Если я не ошибаюсь, единственный банк, кто придерживает еще свои процентные ставки ранее, поодобренной своим клиентам, это Сбербанк. То до конца марта месяца 2022 года. Поэтому сейчас люди хотят успеть купить недвижимость по тем ставкам, которые были. Сейчас то, что озвучивается, это от 15 до 23, если я не ошибаюсь, в среднем по России. Это, блин, тяжело. Это уже тяжело осилить такую процентную ставку. Многие обращают на это внимание, поэтому покупают. Сейчас повышенный спрос на недвижимость. Есть такое, то, что некоторая недвижимость, как мы относим к позиции неликвид, уходит. Люди не обращают на стоимость, а покупают. Под неликвидом какая недвижимость? Ну, заранее завышена стоимость, может быть. Это раз на 10-20 процентов, это месяц назад была, она была завышена. То есть даже такую недвижимость покупать. Сейчас уже не смотрят. Не смотрят. Смотрят самое главное, чтобы дом был, да? Он был готов. Ждут худшего, потому что. У нас сторона такая, что многие привыкли вспоминать прошлый опыт и возвращаются назад. Это то, что наши родители, наши бабушки, дедушки прошли это. Поэтому возвращаются к прошлому, потому что есть горький опыт. Что могу сказать? Я так думаю, что до конца марта у кого были одобрены процентные ставки и кредиты по хорошему проценту, будут покупать. Это позволит увеличиться стоимость недвижимости. Если я не ошибаюсь, она уже выросла на 10-15 процентов. Это за короткий промежуток времени, это за 3-4 дня. Это бывает редко. Да, конечно. Многие собственники переживают продавать недвижимость, не продавать недвижимость. Мне вот жалко тех людей, которые попали сейчас в такое положение, продав свою недвижимость. Не смогут купить новую. Цель же была приобретение. Ну, конечно. Они даже подобрали себе недвижимость. И к чему они пришли? Они сейчас в таком перепуте. Сроки у них до 5 марта у многих банков. И банки, понимая ситуацию, чуть-чуть, как я понимаю, ужесточили порядок одобрения. То есть более жестче. Относится к кредиторам. Потому что риски вырастают. Риски вырастают. Понятно. Олег, вот к вам как юристу вопрос. Мы с вами коллеги. Я что хочу узнать. Значит, в кредитных договорах, которые сегодня подписывает приобретатель недвижимости, существует ли пункт об изменении процентной ставки? Нет. Он ни сегодня, ни ранее. У нас никогда кредитные договоры не предусматривали пункты о одностороннем изменении процентной ставки. Поэтому ставка фиксируется договором. Она сохраняется на весь срок. Сейчас кредитные договоры стали более скромными. Они там всего на полторы-две странички. И сейчас нет. Они никак не могут изменяться в одностороннем порядке. Поэтому тут можно не беспокоиться. То есть риска нет. Вот если я взял, допустим, месяц назад квартиру в ипотеку в кредит, то те проценты, которые у меня в договоре записаны, я могу не тревожиться. Да, все верно. Все на месте. Все как есть, так и есть. Да, тут можно не переживать. Пока Центробанк что-нибудь другого не придумал. Ну, дай бог, если так. Требования к заемщикам по кредитным договорам особо сильно не меняются так формально? Ну, естественно, сейчас банки более тщательно, скажем так, смотрят на доходы заемщиков, на их платежеспособность. Ну, ввиду того, что платежи сейчас будут гораздо больше, чем были до этого. Это понятно. Каких-то вот таких требований, то, что существовало более теоретически, чем на практике, о том, чтобы платеж по ежемесячный платеж составлял, скажем там, не более 50% от дохода. Нет пока такого еще? Ну, ранее банки на это не обращали внимания. То есть у нас же популярное было одобрение – это предоставление справки по форме банка, да, которая фактически вообще никак не подтверждает ваш доход. И банки, ну, просто верили этой справке, что в ней написано. А сейчас требует НДФЛ? Пока нет. В перспективе, скорее всего, потому что, ну, платежеспособность сейчас, на самом деле, под большим вопросом. Потому что, если опять вспомнить, тот же самый 15-й год, это был год, я помню, этот год отлично, я искал работу, не нашел. И не факт, что в этом году такого не повторится, что, ну, это же может повлечься из сокращения рабочих мест. В практике возглавляемого вами юротдела, как много случаев, и есть ли они вообще, когда покупатель сдаётся и прекращает платить, и в результате квартира изымается и выставляется на торги, соответственно. Так ведь? Да, такие случаи… Много случаев? Нет, смотрите, на самом деле ситуация бывает, но благо мы в агентстве сейчас с такими не сталкивались ещё. К нам обращаются клиенты, чьи квартиры уже сейчас есть решение суда об изъятии и о реализации путём публичных торгов. Но в 95% случаев нам удавалось договориться с банком, закрыть долг, как бы добровольно исполнить обязательство должника, закрыть долг перед банком и самим помочь реализовать клиенту квартиру уже по рыночной стоимости, потому что цена торгов… Потому что торги, да. Нужно понимать, что цена заниженная, начиная от минус 40%. То есть вы помогаете должнику закрыть долг собственными средствами? Мы помогаем ему в том числе найти клиента-покупателя, который готов будет закрыть. А, который готов будет закрыть. Вы своими средствами не участвуете в этом процессе? По-разному. Ну, то есть есть такая вероятность? Вероятность есть, да. Вероятность есть такая. Понятно. Но в практике вашей компании пока не было, да? У наших клиентов еще не было, чтобы отбирали квартиры. Такого не было. То есть, как правило, если клиент у нас понимает, что он становится неплатежеспособным, он приходит к нам, мы помогаем решить его вопрос. Потому что, ну, в любом случае мы взаимодействуем со всеми банками, мы можем ему оперативно найти покупателя, реализовать его квартиру по рыночной стоимости, пока он уже просто не ушел в минус. Или может перекредитоваться под более выгодные процедуры. Рефинансирование, в том числе, как инструмент, ну, есть, учитывая то, что стоимость квартиры… Ну, то есть вы своих клиентов не бросаете вот так? Нет, нет, ни в коем случае. Вы помогаете ему держаться на плаву, что называется. Да. Ну, это нормальная практика, я считаю, в ней все в плюсе. Ну, в принципе, да. Хотя, казалось бы, вы сделку провели, вам-то уже все равно. Нам же важно, чтобы клиент вернулся к нам. Да. Но тот, кто утратил платежеспособность, вряд ли вернется. Прямо скажем. Ферсель, скажите, вот вы сказали о том, что квартиры становятся ликвидными те, даже которые были неликвидными. Все верно. А вообще, вот я бы попросил у вас, знаете, что сделать? Давайте попробуем ранжировать ликвидность квартир. Какие квартиры сейчас наиболее востребованы? Все. Вот так. Все. Все квартиры. Независимо от проекта. То есть, мы же можем разделить квартиры на типовые проекты, это стандартные, которые были построены до 2000-х годов. Ну, да, ленинградки всякие. Хрущевки, сталинки, ленинградки, московские, венгерские проекты. То есть, их достаточно много. И можем на улучшенные проекты. Все продается. Мы понимаем то, что люди вкладываются в что-то ощутимое. То есть, что можно потрогать. И мы понимаем то, что 2022 год, это, скорее всего, год аренды будет. Почему? Потому что 2020-2021 года за счет субсидированных процентных ставок, за счет поддержки государства, за счет низких процентных ставок, людям было выгоднее покупать недвижимость себе. Потому что ежемесячный платеж был соразмерен аренде. Сейчас, если мы возьмем практику, к примеру, возьмем, недавно считал с клиентом, процентную ставку 15,5, если клиент берет 5 миллионов кредитных средств, и субсидированную процентную ставку 5%. Ежемесячный платеж выходил по обычной программе, то есть, по 15,5, в районе 66-67 тысяч, а по субсидированной процентной ставке 26 тысяч. То есть, разница существенная. Если ежемесячные платежи выше 30 тысяч рублей, для многих клиентов это ощутимо. Для многих. Поэтому мы сейчас преодолеваем этот барьер. То есть, вы считаете, что народ кинется в аренду? Да, нежели покупать. Возможности не будет. Но пока идет рост именно продаж. Пока идет, пока. То есть, в март месяц. Кончится. Вот, кстати, еще вопрос. Вы же все равно видите, с кем имеете дело, когда клиент к вам приходит, да? Много ли инвестиционных квартир? Достаточно много. Много еще, да? То есть, люди покупают квартиру, чтобы сдавать в аренду? Не обязательно. Или придержать просто? Или придержать, или сдавать в аренду. Или к тому, чтобы рубль не обесценился, нежели держать его где-то там под подушкой. А кто-то приобретает новостройки. Также у застройщиков квартира уходит пулами. То есть, сложности в продаже нет, новостроек. Неважно, на каком этапе идет. Это котлован или сдача через год. Ну, это, видимо, в связи с введением из кровоочетов. И не только. Но не боятся люди, по крайней мере. Не боятся, это понятно. Они вкладываются. Цель у них идет. Они забыли сейчас понятие из кровоочетов. У них цель вложить денежные средства. Успеть. Почему? Потому что вчерашний день показал то, что вот эти программы субсидированные, они начали трястись. Будут ли они или не будут? Сегодня уже все спокойно, стабильно. Во всех банках практически они есть. И выдают. Это 5,6%. Поэтому многие фактически берут у банка кредит под 5%, 6% покупает недвижимость. Можно было бы эти денежные средства снять и вложить во вклады или депозиты, где ставка 16-20%. То есть это выгодно, очень выгодно сейчас. Пока это есть, цены будут расти на новостройке, также будут приобретать. Потому что за 2-3 дня многие застройщики пересмотрели всю ценовую политику своих объектов. Где-то произошло увеличение стоимости на 3 тысячи, где-то на 5, где-то на 10. То есть никто не остановился. Многие что сделали? Это вы имеете в виду за квадратный метр? За квадратный метр. То есть это резкий скачок. Какова, кстати, цена сегодня средняя квадратного метра в Казани? Слишком большая разработка. Да. Смотрите, мы берем, даже сейчас проще считать как. Эконом-сегмент, который у нас остался, то есть это то, что мы можем себе позволить, квартиры до 4 миллионов в новостройках. Мы берем это за пределами города Казани. Это жилые комплексы в Высокогорском районе. Там стоимость квадратного метра, если не ошибаюсь, 110 тысяч. 110 тысяч за квадратный. В Высокогорском районе. Однокомнатных квартир. Однокомнатных. 100-110. Все зависит от площади. Чем больше площадь, тем дешевле. Чем меньше, тем дороже. Соответственно, однокомнатные квартиры 34 квадратных метра. Вот мне сегодня забронировали. 3 миллиона 800 тысяч. Будут покупать первичку? Будут. Вот первичку, а что с вторичкой? А вот со вторичкой март месяц, наверное, будет такое, то, что многие, пока есть это вот прежнее одобрение, успеют купить, а потом, я думаю, будет стагнация. То есть, если человек сегодня задумал продать свою квартиру, ну, просто там уезжает, там ни одна у него квартира, опять. Лучше это делать сейчас? Да. Потом не пойдет они? Не пойдут они? Потом, я так думаю, что будет. Цена не будет растений, не будет падать. Она будет зафиксирована. А в чем разница? Ну, хорошо. Вторичка, она ведь разная бывает. Бывает вторичка комфортное, элитное даже жилье. Бывает. Можно считать вторичным в каком-нибудь хорошем жилом комплексе. Согласен. А может быть вторичка, это Хрущевка, где-нибудь неизвестно где. Смотрите, у нас 80% наших покупателей, это люди, которые приобретаются с использованием кредитных денежных средств, то есть ипотеки. Соответственно, мы берем процентные ставки от 15 до 23, мы к чему приходим? Это уже неподъемный труд такой, неподъемные платежи. Мы теряем этот спектр клиентов, 80%, оставляем 20%, даже может быть и меньше, людей, которые могут позволить себе купить за наличный расчет. И это 15. Соответственно, мы к чему придем? Придем к тому, что, скорее всего, на рынке недвижимости будут объектов больше, а покупателей будет меньше. Когда покупателей будет меньше, соответственно, что произойдет? Цена будет понижаться. Возможно. Я не очень понимаю, вот люди, которые покупают квартиры, они почему ориентируются на первичное жилье? Ну, какая у меня разница? Я ищу жилье под тем или иным функциональным качеством. Вот этаж хочу такой, подземный гараж хочу, то да сё. И такая квартира выскакивает вдруг в разделе вторичное жилье. И что? И какая у меня разница, если цена устраивает? Цена устраивает. Если ты покупаешь за наличный расчет, значение спокойно покупаешь в данном доме, заезжаешь тут же. Если ты будешь покупать с использованием кредитных денежных средств, то платежи-то большие. Я же в том случае пример привел, где 5 миллионов кредит. Ну вот я что, не совсем понял вас, Форсель. Смотрите, вы мне сказали, вот здесь повторили несколько раз о том, что существуют кредитные ставки под 5%, 6%. Да, это госпрограмма. Госпрограмма. А в то же время сейчас оперируете цифрами 18, 23 и так далее. Так реально сегодня, вот просто я пришел к вам с улицы. И говорю, Форсель, дорогой, помоги мне купить квартиру. Вы мне какую кредитную ставку предложите? Если вы придете и скажете, что вам нужна вторичка, необходимо будет сейчас купить и жить, то у вас процентная ставка будет на вторичный объект, на вторичном рынке, это будет 15-23%. То есть это политика банков? Ну это, наверное, не только политика банков. Смотрите, мы когда вообще говорим про вторичку и первичку, мы подразумеваем как раз-таки разницу в процентных ставках. Первичка, она субсидируется государством. То есть все госпрограммы на дешевые ставки, льготные ставки. То есть с целью развития строительства. Да, поддержание строительства, потому что есть план резидента по вводу количества квадратных метров в год. Ну это вообще важно показать. А вторичка, мы говорим уже проведенное жилье, которое уже построено, готово для использования. Никто не заинтересован его субсидировать. Оно уже готово, оно никуда не денется, и это уже исключительно прерогатива банков. Добрая Оля банка. Давать деньги на покупку этого жилья. Поэтому такой сильный разброс. Если мы покупаем стройку, мы покупаем ее там под 5-7%. Если мы покупаем готовое жилье, мы покупаем его под 15-21%. Ну сегодня. Понятно. Ну а покупать котлован это как, не опасно? Ну в текущих реалиях из крово-счетов мы замораживаем свои деньги. Но на самом деле проблема из крово-счетов... Вы свои? Да. То есть риелторская компания замораживает собственные деньги? Нет, я говорю, если я покупатель, я покупаю квартиру с пользой из крово-счетов, по факту на сегодняшний день я храню свои деньги. Если застройщик даже не достроит, я эти деньги получаю обратно. Есть одна проблема, что я получаю эти деньги обратно. Без всяких надбавров. Только эти деньги. Но гарантированно. Ну это лучше, чем ничего. Все помнят истории тут. Кому смешные, а кому и горестные. С разными застройщиками. А насколько введение из крово-счетов, на ваш взгляд, вот и вы, и вы, ответьте мне, насколько она удорожила, квартира? Я думаю, мы помним, когда она появилась прямо в обязательном порядке, это был, если не ошибаюсь, у нас 18-й год. Где-то 18-го года. Это когда в обязательном порядке всех новых застройщиков перевели на из крово-счетов. Если я не ошибаюсь, это было дорожание порядка сразу процентов на 10. Потому что средняя ставка на тот момент, под которую банки кредитовали застройщика, была вот порядка 10-13 процентов, потом понижалась. И, насколько я помню, это было порядка от процентов 10, как раз 13. А сейчас? А сейчас неизвестно, с чем сравнивать. Сейчас мы привыкли. Сейчас это нормально. То есть вы согласны, да? Именно так все и выглядит. Потому что мы сравнивали жилые комплексы, которые еще шли и без из крово-счетов, которые по-прежнему законом были запущены. А соотношение цены было где-то 10-15. Разница. Банк здесь единственный в плюсе. Он пользуется всеми деньгами до момента ввода дома. Потому что... Как хорошо. Ну да, застройщик взял условно 500 миллионов на строительство. Уже напродавал на миллиард. Но все деньги лежат в банке, пока дом не достроится. И деньгами пользуется банк. Ребят, значит, давайте так. Вот мы примерно, я надеюсь, и зрители наши поняли, как ситуация выглядит на сегодня. Чего дальше ждать на этом рынке? Бурного развития аренды, вопреки покупкам. Я думаю, да. Вот так, да? Я думаю, 2022 год это бурное развитие именно направления аренды. Будут снимать. А как вы видите цены арендные? Они будут расти или подать? Чем выше спрос, тем цены будут расти. Да, но и предложения будут расти? Да. Нет, предложений будет не настолько много. Количество желающих больше будет, чем предложения. А какого рода квартиры будут пользоваться, как вы считаете, наибольшим спросом на арендном рынке? Стоимость до 20 тысяч рублей. В месяц. Плюс коммунал. А все, что выше, будет уже на любителя, да? Да. Сейчас, средним, если я не ошибаюсь, аренда идет от 15-20 тысяч, уходит в течение недели. То есть снимается. Это сейчас. 15-20 тысяч? Есть еще такие цены? Есть еще такие цены. Это еще и с коммуналкой вы говорите? Это отдельная коммуналка. Плюс коммуналка. Все равно очень дешево. Это в среднем, если мы берем 20 тысяч, выходит 25 тысяч. А 40-50? 40-50, но это тоже такая сумма немаленькая. Поэтому на них чуть-чуть меньше будет спроса. Будет до 20 тысяч потом, а следующая планка будет до 30 тысяч, 40 и 50 и выше. Мы примерно к, наверное, маю месяца, май-июнь, у нас будет увеличение количества предложений. Май, скорее всего. По аренде. По аренде. Да. В связи с тем, что заканчивается учебный промежуток. Ну да, Казань же студенческий город. Студенты все снимают квартиры. Ну не все, но большинство. Предложений будет больше. Уже с июня, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь будет увеличение спроса. Ну как обычно. Да. Средним, допустим, возьмем в Новосавинском районе однокомнатную квартиру ленинградского проекта. Можно снять 18-19 тысяч плюс коммунальные услуги. Коммуналка в районе 3-4 тысяч. Это однокомнатная? Однокомнатная. 33-32 квадратных. Ну условно говоря, если двое студентов будут снимать на двоих такую квартирку, а что? Ну можно. Все лучше, чем общежитие. Да. Что еще, я так думаю? По поводу вторичного рынка, что у нас произойдет? Вторичный рынок в март месяц, я думаю, все предложения, которые есть на рынке, они будут в большей степени раскуплены. А в настоящий момент застройщики частных жилых домов это там, что делают? Снижают свою стоимость, чтобы успеть продать. Пока есть программы, пока есть та доступная ипотека, хотят воспользоваться этим. Я думаю, хорошие продажи будут именно в марте. Относительно марта, когда мы ожидаем хорошие продажи, есть высокий спрос. Мы уже сегодня сталкиваемся с тем, что продавцы после даже получения какого-то задатка, авансового платежа поднимают цены в одностороннем порядке. То есть они готовы вернуть ваши деньги, которые вы им дали, со штрафными санкциями, при этом поднимают стоимости квартир на 300, 400, 500 тысяч. И это реальность. И более того, покупатели, которые сейчас залетают в последний вагон, у которых нет времени искать, ждать, подбирать, они вынуждены искать, находить и покупать эти квартиры дешевле. Поэтому тут прям сейчас всем совет, кто планирует купить квартиру в марте, давайте большой задаток, чтобы эту квартиру никуда не делать. Но это реалии. А что большой задаток, от чего их спасет? Большой задаток, большие санкции. А, в этом смысле. Ну да. Внесли. Чтобы застройщик подумал, надо ли ему с этим связаться. Не застройщик. Продавец. А, продавец. Любой продавец. Абсолютно любой продавец, да. Хочу вас поблагодарить за то, что нашли время посетить мою программу, рассказать телезрителям нашей республики о том, каковы перспективы рынка жилья в нашем городе. Но я думаю, в той или иной степени эти же правила распространяются и на всю республику. Да. Или есть какие-то... Нет. Специфика какая-то есть. Нет. Ну и, конечно, хочу вам пожелать успехов в ваших трудах. Дай Бог нашим казанцам, татарстанцам улучшить свои жилищные условия до такого уровня, чтобы они легко пережили всяческие передряги жизненные, которые, несомненно, нас еще ждут. Ну и вам, конечно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, собственно, и все на сегодня. Удачи нам всем, хороших квартир и до следующей субботы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!